Текущая эпидемиологическая обстановка у нас характеризуется 53 новыми случаями коронавирусной инфекции за последние сутки. Из них 39 это город Якутск, 4 случая в Ленском районе, по 3 случая в Мегано-Кангаласском и Верхенеблюйском районах. Есть единичные случаи уже в Верхоянском, Чуропчинском и других районах. Мы видим, что по Якутску сохраняется достаточно стабильная обстановка на срок уже более почти месяца, от 35 до 45 где-то заболевших в среднем. По республике, к сожалению, мы видим, что все-таки болезнь, она в основном завозная через Якутск, из Якутска, она распространяется в том числе уже в малые населенные пункты. При этом хочу особо отметить хорошую работу учреждений здравоохранения на местах сельских наших больниц, которые достаточно быстро болезнь выявляют. И больные, контактные, достаточно быстро выявляются, производятся анализы, ну и потом лечение. Сейчас на территории республики 1200 с лишним человек проходит лечение, из них примерно 50% в условиях стационаров и 50% амбулаторно. Хочу особо отметить, что уже вторую неделю у нас те больные, которые лечатся амбулаторно, по назначению врача получают бесплатное лекарство. Эта услуга сейчас пользуется достаточно большой популярностью и, конечно же, людям, которые амбулаторно получили назначение, обязательно нужно весь курс до конца проходить, для того, чтобы болезнь как можно более быстрее ушла и не оставила серьезных последствий. К сожалению, у нас 26 человек на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, несколько из них находятся на аппаратах ЭВЛ, причем это уже не только город Якутска, но и другие районы республики. И здесь надо понимать, что, конечно же, мы в ответе в первую очередь за здоровье лиц пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Поэтому просьба, конечно, их максимально оберегать от излишних контактов, от посещения общественных мест. Сегодня на заседании оперативного штаба мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой к новому учебному году. И до конца недели будет проведено совещание здесь, в городе Якутске, в администрацию города Якутска с участием руководства Роспотребнадзора, для того, чтобы определить уже механизмы к нормальному запуску начала учебного года здесь, в городе Якутске. В целом, по республике эта работа тоже идет под контролем правительства республики, муниципальных районов. Считаю, что, конечно же, учебный процесс обязательно 1 сентября должен начаться. Много вопросов поступает по плановой диспансеризации и по плановой госпитализации. Хочу сказать, что в связи с тем, что по городу Якутску мы наблюдаем достаточно стабильную картину по количеству заболевших и по уменьшению людей, находящихся в стационарах, скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то уже со следующей недели вот эти плановые уже госпитализации, плановые осмотры уже по согласованному графику в учреждениях здравоохранения в городе Якутске мы тоже начнем запускать. Сегодня плановая диспансеризация, осмотры уже в 22 районах республики без всяких ограничений уже идут. Поэтому, в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация находится под контролем, она стабильна. Вместе с тем, конечно же, прошу в том числе и те учреждения общепита, торговли, которые недавно получили возможность уже работать в нормальном режиме, соблюдать все те санитарно-эпидемийские меры, которые обязательно обязаны к соблюдению. Контроль за них возложен на административные комиссии муниципальных образований и соответствующие министерства республики. Спасибо.